Друзья, прикол такой. На днях получила письмо, просто конверт, написан вот из Саранском, и тут мой адрес, тут адрес отправителя. И думаю, что-то, ну, в ящик залезла, достаю, такая, читаю адрес, без понятия вообще, что это такое. Я, ну, в связи с последними событиями, которые в моей жизни случаются, я, как бы, нежданных писем не очень нежданным письмом разом, поскольку, мало ли, какая хрень там пришла. Ну, это я вам позже расскажу, обо всем, что происходит, и почему я так боюсь нежданных писем. Ну, не то, что боюсь, просто неприятно. Вот, и я так в раздумьях иду уже к лифту, к квартире, вот, и дома, домой пришла, и думаю, ну, что же это может быть? Ну, как бы, уже вот все в голове перебрала, и в итоге, сейчас вам покажу, что это все-таки было. То есть, открыла я конвертик, внутри была вот такая вот открыточка с городом Саранск, собственно, и это я тогда поняла. То есть, я сначала такая думала, открытка, прикольно. От кого открытка? Переворачиваю. Ну, а здесь написано, привет от канала Home Universe. Это я участвовала, я думаю, знаете, такой есть замечательный канал. Ведет его молодой человек, мужчина. Вот, у него там всякие, ну, распаковки, тоже очень хороший, интересный каналчик. И у него был конкурс, я участвовала, вот, и там, как бы, одним из бонусов для участников было написать свой адрес почтовый. И рандомным способом было выбрано несколько человек, кому отсылалась открытка с городом, где живет этот блогер. Вот, и, собственно, мне пришла эта самая открытка. Безумно приятно. И, кстати, у меня родилась мысль, ну, мысль, на самом деле, родилась очень давно. Просто благодаря этой открытке, наверное, эта мысль как-то начала воплощаться в жизни. Вот, то есть, я хотела заняться посткроссингом. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях. И если вы тоже в этом участвуете и принимаете какое-то активное действие, какие-то, может быть, с разными странами, как бы, не сотрудничаете, а обмениваетесь, так сказать, открытками. Может быть, у вас есть друзья в других странах, с кем вы уже менялись открытками и подружились. Вот, и я просто заметила, что я в последнее время очень интересуюсь открытками и интересуюсь, где их можно купить. Потому что вот такие вот открытки, куда нужно приклеивать марку и где, собственно, пишется адрес и какое-то послание, их уже практически не продают. По крайней мере, у нас в Москве, несмотря на то, что я не раз уже говорила, что Москва огромный город, но вот у нас на почте, например, то есть это почтовая открытка с открытым адресом, она, по-моему, называется. Вот, у нас на почте таких нету. Я буквально в прошлом году, то есть у меня была идея кое-кому послать открытку, и в прошлом году, перед Новым годом, я как раз узнавала, есть ли на почте такие открытки, и открыток нету. И как в итоге выяснилось, что на нашу почту их больше завозить не будут, поскольку на них нет спроса. Это довольно странно, поскольку сейчас, собственно, посткроссинг приобретает очень сильные обороты, и сейчас, наоборот, люди этим очень интересуются. В общем, ближе к делу. Насчет посткроссинга и увлечения всякими почтовыми карточками я потом вам отдельно расскажу. Вот, в общем, спасибо за открыточку, это было подозрительно, но после открытия, вскрытия конверта неожиданно приятно. Большое спасибо. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok